Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня ради памяти свидетель Филарета, митрополита Московского, мы читали два отрывка из Священного Писания, одно относящееся к его памяти, а второе к теперешнему воскресному дню. И вот в послании к евреям, Святаго Апостолу Павлу, который читается на память святителей, Апостол Павел пишет, «Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастной злу, непорочной, отделенной от грешников и превознесенной выше небесы, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву, сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся себя в жертву». Это он говорит о Господе Иисусе Христе, потому что в церкви противоположность, как бы противопоставление церкви ветхозаветной. Главой церкви, как некоторые ошибочно полагают, является не патриартом, или на Западе не папа римский. Главой церкви является сам Господь Иисус Христос. И он является первосвященником. А в Ветхом Завете первосвященник это было такое иерархическое лицо, которое приносило жертвы и за себя, и за грехи всего народа Божьего. И это очень важно, потому что таким образом церковь не только имеет основания, но и постоянное управление не человеческими силами, а самой силой Божией. Это составляет предмет нашей веры. Поэтому в символе веры мы исповедуем, что верую в святую, соборную и апостольскую церковь. Почему именно нужно в церковь веровать? Ну, потому что это для всех совершенно не очевидно. Такая вещь. Вот, в частности, всякие светские, отделенные от церкви люди, то они так воспринимают, что главой церкви является такое, как бы должностное лицо. Хотя даже патриарх, он и по канонам церкви является, ну, вообще, первой среди раков. То есть он по своей благодати совершенно равен всем остальным епископам, даже которые неделю назад руку положили. И не он управляется. Он, конечно, некоторые функции, опять же, делегирные ему церкви отправляет, но совсем не является главой и управителем, и так далее, и так далее. Вот это очень важно понимать. Потому что каждый христианин, он осознает, он или нет, это уже другая проблема наша, но является членом церкви, в главе которой стоит Христос. Поэтому, когда человек согрешает, он согрешает не против какой-то организации, хотя и это есть, присутствует, но прежде всего против самого Христа, против самого Бога, потому что являясь членом церкви, он порочит имя Божие. И не только имя, потому что сама церковь, состоящая из нас, живых членов, она есть телом Христова, а он есть голова. Поэтому каждый раз, когда мы согрешаем, мы согрешаем против церкви, и тем самым и против самого Бога. Это очень важно нам осознавать. Поэтому, с одной стороны, это великое благо, что теперь не нужны никакие жертвы, как в древности совершили. Одна жертва уже принесена, выше которой нет, собственно, ничего на свете. Но, к сожалению, и у нас часто происходит такое некое недопонимание важности того, что Господь совершил. Потому что совершил эту жертву, принеся самого в эту жертву. И в силу этого, выше причастия святых Христовов, нет ничего ни на небе, ни на земле. И в то же время, мы наблюдаем даже среди таких христиан, и вроде бы на вид усердных, уклонение от того, чтобы быть приобщенным к Богу под разными предлогами. На вид благовидно. Но человек просто не осознает, что он лишается. Он лишается общения с самим Богом. Причем добровольно на это идет. Благословение Господне на вас, того благодати человека любви, всегда непризнан и вовеки. Субтитры создавал DimaTorzok